Связь между употреблением кофе и риском развития рака груди изучается с 1970-х годов, но данные эпидемиологических исследований остаются противоречивыми. Кроме того, состав кофе различается среди множества кофейных продуктов, таких как растворимый кофе и сваренный кофе, поэтому эти продукты могут по-разному способствовать риску рака груди. Недавний метаанализ 13-ти проспективных исследований не показал какой-либо значимой связи между потреблением кофе и риском рака груди, но у женщин в постменопаузе была обнаружена обратная связь. Исследование с 22-летним наблюдением в Бостоне также продемонстрировало обратную связь с потреблением кофеина, причем эта связь была сильнее с раком груди, положительным по рецепторам эстрогена и положительным по рецепторам прогестерона, чем с раком молочной железы, отрицательным по рецепторам эстрогена и раком молочной железы, отрицательным прогестерону, рецепторно-отрицательный рак молочной железы. Эта обратная связь может быть вызвана различными соединениями в кофе и химическими веществами, включая кофеин, дитерпен и полифенола, которые могут влиять на механизмы рака груди. Кофе является основным пищевым источником кофеина, и предыдущие исследования Invitra показали, что кофеин может связывать гормоны эстрогена за счет повышения уровня глобулина, связывающего половые гормоны у женщин в постменопаузе. Таким образом, потребление кофеина может снизить уровень циркулирующих половых гормонов, тем самым снижая риск рака груди. Различные кофейные продукты могут также содержать различные уровни сахара и пищевых добавок, которые по-разному могут влиять на тенденцию к росту рака груди. Большая часть кофе в Гонконге потребляется из растворимого кофе, в то время как заваренный кофе является наиболее популярным выбором в западных странах. На рынке Гонконга была протестирована токсичность растворимого кофе. Компания обнаружила, что более 30% образцов растворимого кофе не соответствовали стандарту по одному или нескольким из следующих критериев, касающихся острой токсичности, хронической токсичности и запрещенных ингредиентов растворимых кофейных продуктов, например, химические вещества, которые нарушали эстрогенную эндокринную систему. Однако в настоящее время все еще недостаточно знаний о взаимосвязи между различными кофейными продуктами и риском рака груди у женщин. Также важно отметить различия в кофейных привычках между азиатскими и западными странами. Наивысший уровень потребления кофе в большинстве исследований, проведенных в западных странах, составлял более 4 чашек кофе в день, тогда как самый высокий уровень в азиатских странах составлял всего лишь более 1 чашки в день. Таким образом, потребление кофе в западных странах и его вклад к раку груди неприменимо к населению Гонконга. Чтобы обратиться к этой информации, это исследование направлено на изучение связи между различными кофейными продуктами, в основном с упором на растворимый кофе и сваренный кофе и риском рака груди у гонконгских китаянок. У женщин, которые обычно потребляли заваренный кофе, риск рака груди был на 52% ниже, а среди женщин в постменопаузе даже преобладала обратная связь. И напротив, потребление растворимого кофе было положительно связано с риском рака груди, и еще более высокий риск наблюдался среди тех, кто пил кофе 2 в 1 или 3 в 1 и находился при менопаузе. Эти результаты добавляют дополнительные доказательства в текущую литературу о связи между кофейными продуктами и риском рака груди. Было обнаружено, что продолжительность и количество чашек употребления сваренного кофе отрицательно связаны с риском рака груди у китаянок из Гонконга. Женщины, которые пили более одной чашки сваренного кофе в день и пили более 10 лет, были обратно связаны с риском рака груди на 60% соответственно. Один из возможных механизмов этой ассоциации может быть связан с богатыми полифенолами составами, такими как кофейная кислота и хлоргеновая кислота, которые могут ингибировать промотор и метилирование гена, связанного с раком груди. Другой механизм отрицательной связи между заварным кофе и риском рака груди может быть связан с высоким уровнем потребления кофеина, который, как очевидно, был связан с более низким уровнем циркулирующего эстрогена. Было обнаружено, что высокий уровень циркулирующего эстрогена связан со значительно повышенным риском рака груди. Потребление кофеина может снизить общее количество лютеиновых клеток и уровень свободного эстрадиола у женщин при аминопаузе, но повысить уровень глобулина, связывающего половые гормоны у женщин в постменопаузе. У женщин в постменопаузе яичники не были основным источником эстрогена, поскольку эстрадиол может вырабатываться в ряде внегонадных участков. Глобулин, связывающий половые гормоны, помогает связывать эстрадиол и тестостерон из ряда внегонадных участков, что снижает уровень биодоступных эстрадиола и тестостерона, а уровни глобулина, связывающего половые гормоны, были связаны со снижением риска рака груди у женщин в постменопаузе. Предыдущие эпидемиологические исследования также выявили связь кофеина с более высоким уровнем глобулина, связывающего половые гормоны, и низким уровнем свободного тестостерона, что объясняет обратную связь между потреблением кофе и риском рака груди через возможный путь эстрогена в постменопаузе. И напротив, основной источник эстрогена вырабатывается в яичниках у женщин в пременопаузе, у которых уровень эстрогена относительно выше, чем у женщин в постменопаузе, что объясняет снижение уровня эстрогена, вызванным употреблением кофе, и может не сильно влиять на риск рака груди у женщин в пременопаузе. В результате потребление сваренного кофе может снизить риск рака груди за счет снижения уровня эстрогена у женщин, В соответствии с некоторыми из предыдущих исследований, очередное исследование также продемонстрировало значительную отрицательную связь между привычками потребления заварного кофе и риском брака груди у женщин в постменопаузе. Однако в одном недавнем мета-аналитическом исследовании сообщалось об аналогичной объединенной отрицательной связи кофе с кофеином и кофе без кофеина и риском брака груди. Эти негативные ассоциации из мета-анализа могут указывать на другие потенциальные защитные вещества, которые находятся в кофе, или потенциальные защитные эффекты, которые влияют только на женщин в постменопаузе. Одно когортное исследование сообщает о значительном снижении риска рака груди у женщин, которые обычно пьют заварной кофе, но более слабая положительная связь была предложена у женщин, которые обычно пили фильтрованный кофе. Интересно, что существует положительная связь с потреблением растворимого кофе с риском рака груди и была выявлена четкая взаимосвязь между взаимодействием и реакцией чашки растворимого кофе с риском рака груди. Этот растворимый кофе содержит меньше кофе, но больше добавок, таких как сливки, сахар и стабилизаторы, для сохранения текстуры, вкуса и запаха кофе. Однако эти добавки могут также содержать гидрогенизированные жиры или транснасыщенные жиры, которые могут увеличивать риск рака груди. Кроме того, в обычных любителях растворимого кофе уровень холестерина связанного с липопротеинами высокой плотности, сыворотки крови обычно ниже. Однако популяционное исследование в Трумсе показало, что низкий уровень холестерина связанного с липопротеинами высокой плотности в сыворотке крови был связан с повышенным уровнем концентрации эстрадиола, что может еще больше увеличить риск рака груди у пьющих растворимый кофе. Субтитры создавал DimaTorzok